Что ж, друзья, всем привет! Олег, Бирхантер, и сегодня мы с вами поговорим про многозарядный арбалет. О том, почему это сложно, но при этом, почему это так прикольно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы начинаем. Вообще, когда я готовился, я посмотрел, многозарядные арбалеты были достаточно давно, то есть это прям древнее изобретение. Но, как мы видим, сейчас многозарядные арбалеты это, ну, редкость. Я бы даже сказал, что они сейчас заново возрождаются, но почему так произошло? Ведь если их сделали, значит, наверное, их придумали, как использовать. И вот только сейчас, мне кажется, получилось сделать какой-то арбалет, который даже вот если вернуться в средневековье, то, наверное, это чуть ли не первый арбалет многозарядный, который сможет действительно показать какие-то преимущества перед обычным арбалетом. Потому что, ну, тогда что мы не сделали? Какой-то слабенький арбалет дал многозарядный, он может сделать несколько выстрелов за раз, но он же слабый. И какой от него смысл? Несмотря на все это, я даже немножечко не понимаю, какую роль выполняли многозарядные арбалеты в древности. И я думаю, что именно в этом причина, почему многозарядные арбалеты так и не прижились. Потому что кто-то придумал, да, наверное, это клево, но техническая возможность сделать нормальный многозарядный арбалет появилась только в наши дни. Инженеры и изобретатели постоянно ищут новые способы усовершенствования орудий, чтобы облегчить и упростить процесс стрельбы и достичь более точных результатов. Одной из наиболее новаторских разработок в этом направлении является многозарядный арбалет Beer Hunter. Почему многозарядный арбалет это редкость? Кажется, что сделать многозарядный арбалет легко. Надо всего лишь приделать к обычному арбалету магазин. Но сделать такой магазин и придумать, как его прикрепить к арбалету, на самом деле не так уж и просто. Вы столкнетесь с некоторыми проблемами. Во-первых, магазин должен стабильно работать. Арбалет накапливает энергию при выстреле, передает ее стрелье. Поэтому если стрела не будет, то будет холостой. А холостой, как мы знаем, это недопустимая роскошь для арбалета. Без стрелы стрелять ни в коем случае нельзя. Вся энергия, которую арбалет накапливает, пойдет не на то, чтобы разогнать стрелу, а на то, чтобы сломать арбалет. Поэтому если магазин не будет очень стабильно работать, и стрела будет не всегда выпадать на направляющую, то будут печальные последствия. Осложняется это еще и тем, что магазин закрывает обзор стрелку и не позволяет увидеть, выпала ли ли стрела на направляющей или нет. То есть если специально только взять арбалет, повернуть и проверить, тогда да. А так, заметить то, что у вас не выпала стрела, практически невозможно. Следующий момент, это близость хвостовика к фиксатору тетивы. В обычном арбалете стрела вставляется до упора, то есть до самой тетивы. И связано это с тем, что тетива без стрелы разгоняется гораздо быстрее, так как практически не имеет веса и не имеет никакого сопротивления. И потом уже при столкновении с хвостовиком возникает уже не толчок и разгон, а резкий удар. Удар в голову, удар сбивающий противника и удар поражающий. И пластиковый хвостовик может такого просто не выдержать и разломаться. Однако сделать так, чтобы стрела падала прямо к зажатой тетиве мешает устройство самого замка. Для того, чтобы замок захватил тетиву, он должен провернуться, совершить некоторый ход. А так как стрела в магазине просто лежит сверху, она никак не закладывается, не подается. То есть она будет мешать замку поворачиваться. И поэтому всегда приходится на многозарядных арбалетах отодвигать стрелы от замка. Но в итоге, чем ближе стрела окажется к тетиве, тем лучше. Тем, во-первых, будет тише выстрел. Во-вторых, стрелы будут получать меньшую нагрузку. В-третьих, они будут стабильнее вылетать. Потому что удар — это нехорошо, а удар всегда возникает там, где есть какая-то дистанция свободного хода тетивы. Стандартизация стрел. Для того, чтобы все работало стабильно, чтобы надежно зафиксировать стрелу в магазине, и чтобы она всегда была рядом с замком, нужно, чтобы были одинаковые стрелы. Вплоть до формы оперения и расстояния от хвостовика до перьев. А это все означает, что вы не можете просто взять и поменять какую-либо часть на другую. Если вам нужно сделать стрелы потяжелее, то вам придется что-то придумывать, практически не меняя внешних параметров. Точность. Здесь есть несколько факторов. Во-первых, стрелок не вкладывает стрелу сам. То есть он не контролирует то, как стрела легла на направляющие. Саделась где-то перо, чуть-чуть боком она легла. Но если мы говорим про точную стрельбу, высокоточную стрельбу, то важны даже такие параметры. А осложняется это еще и тем, что многозарядные арбалеты стреляют стрелами с двумя перьями. Потому что если мы возьмем стрелы с тремя перьями, то третье перо, которое смотрит вверх или вниз, уже в магазине в самом будет мешать. Потому что у нас стрела лежит на другой стреле. Если мы возьмем там четыре пера, то будет то же самое, только там перья будут по бокам соприкасаться. А два пера не так хорошо стабилизируют стрелу, как три пера. Да и к тому же напомню, что в магазине над стрелой, которая сейчас будет вылетать, сверху лежит еще несколько стрел, которые тоже как-то прижимают эту стрелу. И тут уже начинает все цепляться одно за другое. Для того, чтобы стрелы спокойно выпадали вниз и магазин работал стабильно, нужен какой-то свободный ход. То есть стрелы в магазине немножечко болтаются. И из-за этого стрела, которая лежит сверху той, которая сейчас будет стрелять, она может быть чуть-чуть сбоку. Чуть-чуть справа или слева и давить на стрелу не ровно вниз, а чуть-чуть вбок. И это также может повлиять на точность стрельбы. Но все эти сложности в создании с лихвой компенсируются радостью при стрельбе. И компании Бирхантер удалось решить эти трудности. А ну и ветер, а ну и ветер. Теперь давайте поговорим о плюсах. Во-первых, пользоваться таким арбалетом гораздо проще. Вам не нужно, по сути, учиться им пользоваться. В компании друзей надо только зарядить арбалет и проинструктировать по технике безопасности. Ну там, не наводить на людей, не знаю, не разворачиваться с арбалетом от мишени и все прочее. Магазин сам защитит себя от холостого. Потому что магазин оборудован стопором и не позволит даже взвести арбалет, если стрел в магазине больше не осталось. Ну и еще один такой плюс, что арбалет всегда готов. То есть магазин можно использовать и для хранения стрел, я бы даже сказал, нужно. А это значит, что в случае необходимости вы также в одно движение подготовите арбалет к стрельбе. Надо только его взвести. Нет нужды разбираться с тем, как взводить арбалет, как вкладывать стрелу и так далее. Все, что требуется от стрелка, это лишь потянуть за натяжитель. И можно спокойно сосредоточиться на стрельбе. Дум мини агрегатор, это охотничий арбалет. Точнее, Дум мини это охотничий арбалет, да, потому что я видел, как с него добывали звери. И магазин при этом допускает использование охотничьих наконечников. Конечно, это большой вопрос касательно дистанции. Но вот могу вам сказать, на самом деле, что Дум агрегатор, то есть вот этот арбалет с магазином, по силе натяжения он мощнее, чем обычный Дум. Вот, и это, с одной стороны, хорошо, потому что это нифига какая мощность. Но, с другой стороны, это вызывает некоторые сложности. В частности, у нас возникли сложности со стрелами. Как я уже сказал, в арбалете с магазином стрелы должны быть одинаковые, стандартизированные. А поскольку у нас арбалет мощный, для него нужны тяжелые стрелы. И нужно как-то придумывать, сделать тяжелые стрелы, при этом оставив их в своем родном теле. Ну что ж, друзья, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!